всем привет друзья с вами снова владимир и это очередной спорт обзор в этом выпуске речь пойдет ты не мог бы мне не звонить когда я снимаю обзор у меня уже запись идет люди уже смотрят смысле кто позвонил что какая партия что куда не приедет и чё у нас нету протеина теперь на обзор ты сдурел ты серьезно так не смайлл протеин не приехал вот такая вот банка от фирмы сайтык нутришн которая называется стопроцентный вейп протеин о нем у нас сегодня и пойдет речь конечно же сразу вы заценили ну банка просто мега дисплей дизайн синий цвет белые надписи белая окантовка синих надписей точнее до дизайн действительно шикарный и взяли мы эту вещь с молочным шоколадом со вкусом молочного шоколада здесь в банке 920 грамм но знаете что друзья кроме того что она по дизайну похожа на синта 6 она мне еще напоминает синту в том плане что здесь реально треть банки просто пустует я не знаю с какой целью реально что синта что сайтык не должны не досыпают просто свою банку треть продукта они могли делать банку меньше могли делать порции больше я не знаю но здесь реально треть банки просто пустует и давайте же взвесим и проверим есть здесь 920 грамм или нет в принципе реальная цифра на весах потому как учитывая что банка может весить за 200 грамм реально здесь может быть тех самых 920 грамм о которых пишет производитель поэтому здесь никаких вопросов нету банка в которой 920 грамм протеина обошлась нам в 540 гривен что равняется 20 долларов и мы с вами понимаем что это уже не дешевый протеин это конечно не супер дорогой протеин но тем не менее планку бюджетных он уверенно перешагивает поэтому сейчас самое важное нам понять что же здесь в составе и за что мы платим такие деньги ну кроме конечно такой шикарной банки давайте разберемся что внутри 30 граммовая порция протеина сайтык nutrition содержит в себе всего лишь 22 грамма белка согласитесь это как-то маловато для протеина который относится к сегменту средних по цене протеинов также в порции содержится 2,4 грамма жиров и 1,9 грамма углеводов из которых 1,7 это сахар а если вдаваться в тонкости состава это декстроза вот такой средненький составщик для вот такого красивого красиво упакованного протеина но давайте вникнем более детальный состав и посмотрим чего же здесь намешали эмульгатором в данном протеине служит один из самых популярных эмульгаторов во всей пищевой промышленности это соевый лицетин я не скажу что это как-то плохо или хорошо это нормально однако лично мое мнение я не очень рад видеть свою или соевый лицетин в составе протеиновых смесей но оставлю свое мнение при себе а расскажу вам про состав дальше в качестве вкуса я уже сказал мы выбрали молочный шоколад молочный шоколад здесь представлен порошком какао маслом какао а также сухим цельным молоком но в составе этого протеина я уже сказал есть очень нужные 2 экстра аминокислоты дешманский l-глютамин и таурин и завершают состав данного протеина два подсластителя эти подсластители вы наверняка уже все слышали в наших обзорах это ацесульфам к и сукролоза в целом годный нормальный состав кроме того что здесь маловато белка меня все устраивает но сейчас будет самое интересное сейчас мы его будем варить и дегустировать поэтому немножко трешечка и определимся годная эта вещь или она какая-то такая не очень открывать банки с протеином всегда гораздо приятнее чем открывать пакеты во-первых нету вот этого отрыва который всегда получается у меня криво почему-то во вторых никаких зип-лент мы просто избавляемся от защитного слоя откручиваем крышку и все поехали но здесь нам надо оторвать защитный слой сейчас мы это попробуем сделать здесь есть некая линия отрыва однако вы знаете она как-то плохо отрывается поэтому наверное я не буду мучиться и воспользуюсь ножом ибо это будет гораздо легче вот не знаю почему есть вроде линия отрыва но отрывается туго кстати отрывается не вся лента здесь еще остатки есть но они не мешают нам открыть банк потом с ними открываем так есть защитная мембрана давайте я не буду как обычно пальцем аккуратненько ножичком ее поддену сейчас срежем ее по краю просто ножом о запашок уже пошел запах запах шикарный запах из банки просто очень вкусный это просто нечто ребят непередаваемо я если честно первый раз чувствую настолько приятный запах молочный шоколад это действительно просто фантастика но мирного черпака я здесь не вижу поэтому мы берем здоровенную ложку и ищем его где же он наш мирный черпака вот он вот он есть и так мирный черпак здесь обычный ничего такого особо примечательного в нем нету черпак как черпак посмотрим что нам пишет по рекомендациям к употреблению я так понимаю что мирный черпак это как раз тех самых 30 грамм да так и есть 30 граммовая порция даже три четверти черпака три четверти но то есть нам где-то на пол сантиметра надо не до черпать давайте сделаем следующее сейчас мы забрасываем как обычно это все дело в шейкин одну порцию не ну аромат просто ребята так космос это это что-то невообразимое я еще если честно такого запаха никогда не встречал он действительно настолько вкусный я если не получу такой же вкус как этот запах то я просто сойду с ума наверно так забрасываем порцию закидываем это или закрываем шейкере перед тем как дегустировать я включаю огнище заливаю кипяточек кипятка немного где-то треть кастрюльки огонь на минимум и еще одну порцию три четверти мерного черпака мы забросим для треш теста на сворачиваемость вот наша порция поехали засекаем время времени у нас сейчас 25 минут где-то к 30 минутам мы будем это все снимать с огня а сейчас самая приятная дегустация достаточно и теперь переливаем все это в стакан все никакой практически пены в шейке и нету остался небольшой осадочек потому что я перелил его через крышку но осадочек этот нам еще пригодится потому что мы сделаем следующий тест перед тем как сделать выводы я поставлю вот этот шейкер с остатками протеина на окно в теплое место на солнце и он у меня постоит часов 10-12 соответственно друзья что должно произойти он должен завоняться потому что все мы знаем что если оставить шейкер не помытым после тренировки допустим и он у нас полежит часов 10 должен пойти неприятный запах это будет подтверждать то что началось гниение белка и он тут действительно есть поэтому шейкер я отставляю запах из стакана уже не такой сильный как из банки потому как мы уже перемешали с водой консистенция такого темноватого цвета однако это не какой-то такой темный шоколад это вот как раз похоже на какой-то такой белый молочный не знаю шоколад но запах повторюсь он практически отсутствует но нас интересует вкус поэтому ваше здоровье с айтык нутришин стопроцентный вей протеин погнали ух комрады мои сладкий он шо капец я не знаю почему он такой сладкий но действительно он обгоняет синту прям на сто километров вперед он реально очень сладкий я если честно я не чувствую здесь уж такого прям вкуса молочного шоколада что-то на него похожее есть но сладость резко забивает вкус так что скорее всего подсластители сюда в жарили мама не горюй но я не скажу что он противный потому что я вообще по натуре сладкоежка я люблю когда сладко но для протеина может она и тебя и поднапрячь дело в том что ты будешь есть банку а то и большую банку с этим протеином и вот эта сладость она может тупо тебя начать надоедать поэтому не знаю выбор конечно каждого но но для меня уж сладковато но да ладно вкус в целом приятный пить можно единственное вот вот этот вот факт о сладости он немножко меня будоражит а так все окей годная вещь теперь давайте пока еще варится протеин и он еще не готов к проверке на сворачиваемость проверим не напихали ли сюда крахмала у нас есть стакан с раствором йода на воде и мы зальем сюда немножечко этого протеина теперь помешиваем ложечкой и если мы увидим какой-то ярко-синий цвет значит здесь все-таки есть крахмальчик если же его не увидим соответственно крахмала здесь нет потому как в составе крахмал не заявлен и абсолютно нормально то что синего цвета здесь быть в принципе не должно но как мы видим цвет собственно говоря цвет протеина поэтому можем не переживать крахмала здесь нет мы разобрались со вкусом протеина от сайта к нутришн и убедились что крахмала в составе нету дальше у нас есть еще два теста которые подтверждают подлинность протеина это его шуршание и это то как он липнет на десна поэтому мы открываем банку чайной ложечкой достаем немножко протеина и сейчас я его пожую и он собственно говоря должен налипнуть не на десна я не знаю стоит ли вам это повторять потому что это не супер объективный способ однако все известные хорошие протеины например такие как оптимум налипали на зубы соответственно ждем этого же и от сайта к нутришн погнали а короче никогда не делайте этого никогда потому что он ужасно горчит да на зубы он налип жикарно но он ужасно горчит скорее всего эти подсластители вот они и дают эту горечь никогда не повторяйте этого я сейчас пойду пополосну рот и вернусь потому что это ужасный просто ужасный привкус как у полу по одно и то же ощущение непередаваемо мерзкого вкуса и привкуса во рту после того как я пожевал протеин от сайта к нутришн будут преследовать меня еще долго но на десна он налип просто отлично сейчас реально заколупался очищать это все и второй тест это то как он шуршит мы знаем что подлинный протеин должен шуршать если взять щепоточку и потереть поэтому сейчас сделаем это главное не ешьте его без воды так щепотка протеина на скрип шуршание все как должно быть поэтому тесту он тоже идеально все проходит но повторюсь не жуйте его без воды это просто ужасно и так все этапы практически пройдены остался самый важный момент процедить через сито то что у нас кипятилась в течение пяти минут и выяснить сколько же свернулась белка из порции протеина сайта к нутришн зацените каким однородным пластом свернулся реально весь протеин практически общая масса то есть нету каких-то отдельных комочков это один сплошной кусок это говорит о том что здесь все окей с сывороткой и сворачивается она действительно как надо образцовый результат выключаем огнище и переливаем через сито все что у нас свернулась теперь включаем весы отделяем воду и пересыпаем на весы свернувшуюся часть 118 грамм результат отличный подводя итог обзора венгерского протеина от компании сайты к нутришн я сразу же напомню вам о вкусе вкус катастрофически сладкий и я не знаю справитесь ли вы более чем с килограммом этой смеси поэтому я бы не рекомендовал сразу брать много этого протеина хоть он и неплохой а взять лучше килограммщика потом просто взять с другим вкусом потому что очень скоро ваш мозг начнет просто закипать от сладости этого протеина по результатам трэш-теста на сворачиваемость все окей результат просто отличный свернулся в цельные пласты поэтому здесь не прикопаешься здесь все гуд в реакции с йодом мы не увидели синего цвета поэтому крахмала здесь тоже нет и производитель нас не дурит и не досыпает сюда дешевый крахмал все окей по этому тесту никаких замечаний ну и вы наверное ждете результатов того теста который я начал после дегустации я оставил в шейкере немножко на дне протеина шейкер естественно закрыл оставил и он у меня стоял практически часов пятнадцать на окне в теплом месте и запах просто отвратительный реально запах гнилости то есть запах тот который я принципе ожидал получить потому что у белка есть свойство это гниение и этот белок реально здесь гниет поэтому мы увидели в белок и в тесте на сворачиваемость и в трэш-тесте на гниение ну и также два не сильно объективных однако ну вот мы с тобой уже сколько раз это обсуждали да эти тесты все-таки стоит сделать так вот эти тесты на шуршание и на прилипание к зубам к зубам он прилипает но вкус у него отвратительный если его не мешать с водой а шуршит он отлично поэтому если это все резюмировать протеин хороший но очень сладкий и в целом я могу рекомендовать его к употреблению однако помните про его необычный вкус вот такой получился выпуск поддержи нас лайком для нас это очень важно и не забывай делиться этим видео с друзьями для того чтобы они были в курсе что собой представляет протеин с сайта кнутришн а на этом все увидимся в новых выпусках пока пока